Многие подробности этой встречи остались за кадром. В частности, какова личная позиция министра обороны США в вопросе предоставления Украине летальных вооружений и какое мнение у Вашингтона по поводу такого решения. Спросим об этом у Дмитрия Нопченко. Он разбирался в ситуации в американской столице. Дима, здравствуй, расскажи, что говорят в Вашингтоне официально и кулуарно. Кать, ну действительно, здесь, в Вашингтоне, заявлений очень много по этому поводу, как официальных, так и неофициальных. Последних больше. Я поясню, почему. Начну с того, что говорят на камеру. Накануне пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт вышла к журналистам и, разумеется, ее стали спрашивать. Мол, тот факт, что генерал Мэттис будет находиться в Киеве с официальным визитом, означает ли он, что решение о предоставлении Украине летальных вооружений уже, по сути, принято? И вот ответ пресс-секретаря был достаточно однозначным. Вот, послушайте. Что касается оружейной программы, то никакого решения пока не принято. Мы не будем обсуждать, насколько это возможно или невозможно. Просто по этому вопросу еще нет однозначного ответа. Но, как Вы наверняка знаете, Курт Волкер, наш спецпредставитель, занимающийся вопросами России и Украины, находится сейчас как раз там, в Украине. Таким образом, в процесс согласования украинского оружейного плана вовлечен и Курт Волкер. Что касается самого гостекретаря Олекса Тилишсона, то неофициально в Госдепе говорят, что после долгих консультаций, после долгих размышлений он высказался за, он поддержал этот оружейный план для Украины. Это же касается и нынешнего, сегодняшнего гостя, генерала Мэттиса. Здесь есть очень важный момент, я просто хочу пояснить его. По американским правилам, по табеле о рангах, вот до момента, пока не высказался лично главнокомандующий, не высказался президент, ни один американский чиновник, даже очень высокого уровня, в том числе ни Тилишсон, ни Мэттис, не имеют права публично озвучивать свою позицию. Именно поэтому сегодня, во время подхода к журналистам, когда Мэттиса и спросили, вот что он думает по украинскому вопросу, он решил не отвечать прямо. Он сказал, я хотел бы сохранить конфиденциальность моих переговоров с Петром Порошенко. Я говорил с людьми из близкого окружения главы Пентагона, он общался с ними до вылета из Вашингтона, и его позиция, по крайней мере, так как мне ее передали, такова. Он однозначно, очень четко поддерживает выделение летальных вооружений Украине, и считает, что возможно они и не изменят ситуацию на фронте, однако являются очень важным сдерживающим фактором, смогут предотвратить возможное будущее нападение. В любом случае, план согласованный и госдепом, и Пентагоном сейчас находится в Белом доме, и единственный человек, который может принять решение, это только президент, это только Дональд Трамп. Он пока раздумывает, но времени на размышления у него тоже не так и много, существует дедлайн. Дело в том, что 30 сентября заканчивается действие американского военного бюджета, где предусмотрены деньги на военную помощь Украине, и если до этого срока деньги не потратить, то они просто пропадут. Именно поэтому свое решение, как многие здесь прогнозируют, на что многие здесь надеются, президент должен принять буквально в течение ближайшей недели, может быть, двух, ориентировочно до 1 сентября. И вот эксперты, чиновники, с которыми я говорил, здесь, в Вашингтоне, они очень надеются, они рассчитывают, что это решение Трампа будет позитивным. Катя. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко был с нами на связи из Вашингтона.